всем большущий привет стадлайн репорт 4 выпуск и сегодня у нас александр суханов александр тебе привет как дела как настроение все хорошо давай тогда по самому актуальному финал имба то есть последнее что было по-любому я думаю ты все-таки смотрел переживал как тебе финал за кого болел болел за лейкерс я думаю все болельщики все конец исхода я удивили майами которые до 6 матчей дотянули удивили во второй игре когда не джинни батлер выдачил майами да это было действительно показывал насколько он действительно талантливый игрок это здорово на самом деле я раскрою секрет я болел за майами я болельщик майами еще с бородатых времен к двойной там восьмом году в девятом летал и просто был великолепен кэша не был травмирован а давай тогда по моментам более близким тебе как сейчас тренируешься занимаешься вот все-таки обстановка виду пандемии непростая получается как собираться тренироваться вместе с командой или как сейчас все происходит все проходит в обычном режиме когда мы только сюда приехали в августе у нас тренировки были немного с изоляцией у нас две команды то что одна команда на одном колесе команда другом и нам не разрешалось контактировать с другом и нужно обязательно носить маски так что не просто это бег прям бегали в масках маска 6 это же неудобно и дышать наверное вообще нереально просто вау ну тогда давай потихоньку сейчас ты находишься в кентаке то есть учишься именно вот в университете в школе кентаке полное название это акибайслен колледж вот здорово чтобы выстроить такую вот цепочку давай начнем с самого начала город томск все начиналось у тебя оттуда если не секрет буквально в двух словах то есть я думаю что наверное вот как пришел в школе олимпийского резерва и как там все начиналось ну и уже вот дальше пойдем начиналось все сложно потому что из моего роста было много людей кто завидовали кто у меня так сказать недолюбливал можно так сказать потому что я пришел в команду на меня сразу перепало все внимание и другие игроки которые были больше времени в команде начинали то есть была зависть со стороны ребят по команде ну грубо говоря то есть вот этот момент получилось преодолеть то есть вот с ребятами которые завидовали не завидовали ты все равно на общем пони выделялся не только ростом но и все-таки баскетбольными умениями потихоньку полигоньку до школы олимпийского резерва ты тренировался где-то в детской юношеской спортивной или как тебя заметили это вообще произошло случайно если честно потому что до приходу баскетбол я был музыкальной школе и также было в команде легкой атлетики в своей своей школе и я просто заметил в объявлении в газете то что проходит на борт команду баскетбольную и как то вот я решил позвонить узнать и я пришел туда в школу и мне тренер сразу сказал то что он сказал по телефону то что набор закончен то что нам вряд ли что получится прийти и как я пришел я думаю он сразу поменял свое мнение и сразу решил взять меня так что как-то так произошло здорово когда первые успехи появились то есть вот если мы берем от первой тренировки и наверное до каких-либо соревнований то есть вот когда ты почувствовал что у тебя вот прям реально получается наверно только спустя на полтора года начала потому что в первые дни как я начал заниматься чувствую себя немного некомфортно потому что не знал никаких движений как как владеть ничем то что меня это вышло длительное время чтобы общиться к всему этому а ты начинал прям тоже на позиции большого игрока то есть тяжелый форвард центровой ты сразу начинал из габаритов потом потихоньку пошло ты уже стал выступать в чемпионатах в сезонах у тебя неплохая статистика была да то есть она так полетела пошло по чемпионатам давай быстренько пробежимся то есть вот после олимпийской школы резерва у тебя дальше вот куда следующий твой путь был следующий шаг куда как и школу закончили а после того как ты вот первые шаги свои сделал школа олимпийского резерва получается было не сразу то есть не с первого года у тебя сначала был были занятия или ты сразу попал туда сразу попал туда и получается полтора года проходит уже потихоньку полигонку пошло у тебя там 12 очков в среднем за матч сезоне 13 14 я даже вот вижу по подборам 15 и 6 на счетах ты играл очень здорово а помимо школы у тебя еще есть выступление за область за томскую область это первенство россии юсикстин я вижу даже вот достижение тут разные у тебя есть какой опыт получил как самому нравилось против кого успел поиграть из ребят может быть те кто уже тоже в инсидополе и уехал очень огромный опыт получил когда играли под югу на том пусть гарячь из многих команд динамо москва самарская область это уже это же там это где-то далеко так что не страшно а универсал ccp это если не секрет это вкратце если честно даже я не знаю как это переводится но это наше было название команды и вот и было понял вот здорово чтобы пазл до воедино собрать у тебя там шикарные опять же цифры дабл-дабл среднем за игру помимо этого почти три блокшота в одном из сезонов сезоне 14 15 так что там конечно было все здорово если едем дальше в 2016 году там что происходит как потихоньку ты вот планируешь уже как-то сша перебираться что вот было на момент 2016 года это случилось неожиданно для меня потому что это было обычно у нас была обычная тренировка и мой тренер позвонили к нему кабинет и мы начали обсуждать о поездке о возможности если я хочу попробовать себя в той игрой стране в америке попробовать себя в баскетболе и посмотреть как это получится и по моим прям ощущение было очень волнительно может быть достаточно потому что я знал то что если туда поеду то я буду один и так как я не знал на тот момент английского языка то что было бы в войне сложно ну смотри то есть если мы первоначально берем было какое-то предложение со стороны тебя где-то заметили получается да скаут университета или как-то нет саша каунт он приложил немало туда про саша я чуть позже да тогда вопрос задам у меня про сашу отдельный вопрос есть я эту тему знаю как раз да поэтому здесь я тебя спрошу все здорово тогда вот если через сашу мы тогда этот момент обсудим получается первый сезон когда уже за границей получилось это сезон 18 19 все-таки да был уже в америке нет это было 17 18 17 18 вот расскажи про него как вообще первое ощущение перебрался в сша и вот как тебе это был morehead вот этот вот да нет я попал сначала в свою обычную школу играл играл за Тейзвады Криштиан это была школа да я туда приехал в шестнадцатом году и я уже был зачислен в школу было так сказать на по обстановке то что меня зачислили в десятый класс и на следующий год с августа меня перевели в одиннадцатый и было очень сложно потому что я жил в приемной семье и так как я не знал английского для меня было сложно общаться с людьми мне постоянно приходилось использовать мой телефон чтобы перевести да что то что то спросить узнать так что да было очень сложно особенно на тренировке в первые дни тренер для меня специально использовал переводчик чтобы объяснить куда бежать или что делать на тренировке так что было очень некомфортно а сколько смотри а сколько по итогу времени у тебя ушло на то чтобы вот ну приспособиться именно к языковому вот этому точнее переодолеть языковой барьер то есть месяц два полгода как думаешь сколько наверно я бы сказал полтора года чтобы понимать что люди говорят и спокойно общаться на языке и вот сезон 17-18 ты там играл и это был тот год когда ты это уже вот ты в школе прям непосредственно играл все здорово вообще как вообще по успехам по ощущениям как тебе чего получилось со школьной командой добиться поначалу было очень сложно потому что сам баскетбол очень сильно отличался от российского баскетбола были совершенно другие скорости игроки двигались намного быстрее тактика нападения тактика защиты все по-другому и те игроки с которыми я играл были очень сильные высокие чтобы для меня было подначало очень тяжело под кольцом толкаться даже была такая тема я разговаривал с Александром Кауном об этом и он мне давал советы как преодолеть и как стать лучше на позиции центрового так что первые два месяца было трудно но потом с конца ноября я уже разыгрался даже был намного понимал как что команда хочет от меня как они хотят чтобы я играл и был намного редче ну ты свою роль в команде понял получается по итогу вот если берем школьный момент получилось куда-то пробиться там ведь соревнования если верно помню по штату обычно идет да среди школ как вообще получилось куда-то залезть или вот на каком этапе остановилась команда в итоге мы мы попали в полуфинал и мы выиграли первую игру и финале мы проиграли 10 спешку ну это достойно это здорово то есть это очень неплохо на самом деле получилось себя проявить как с хорошей стороны показать свои сильные стороны качества да похвастаться чем чтобы из твоих уст чтобы там по цифрам может быть что-нибудь интересное было или же момент иногда даже знаешь иногда даже не статистика вот крутой блокшот там забил сверху то есть какие-то твои эмоции воспоминания может быть тоже что-то да когда играли против маунтстейт команда где играл Данил Касаткин это была моя первая игра против них и до этого тренер нам с вами говорил как мы должны выиграть потому что они никогда не выигрывали против этой команды поскольку в этой команде очень много было талантливых игроков и вот это первая игра мы играли наверное самый лучший момент с этой игры когда я забил сверху через центрового который был ростом 2 2.15 наверное сильно сильно то есть это прям постарайся да и также в этой игре я набрал 26 24 очка и также 12 подборов то есть дабл дабл там солидный получился с запасом не на тоненького 10 плюс 10 ну слушай красавчик то есть здесь конечно сильно и тогда получается вот по успешным выступлениям в школе дальше тебя заветил университет да у меня было очень много приложений ру аленд флорида тех потом а в итоге в итоге на морхэд да а если не секрет почему вот да 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 вот расскажи вот этот момент интересен потому что почему такой критерий выбора а потому что во-первых это было недалеко от места где я жил всего лишь а во-вторых потому что мой тренер из моей из хайскул он говорил как эта команда отлично подходит для меня то что для меня это будет лучше подписаться с ними и уже больше двух двух лет то что я ему доверял и вот так вот решил попробовать ну и в итоге все не зря получилось все все в итоге все в итоге неплохо а получается сезон восемнадцать девятнадцать ты отбегал там если мне не врет статистика тринадцать матчей получилось да там сыграть да вот и после сезона девятнадцать двадцать ты перебрался в кентаки а в связи с чем вот переезд получился ну что я думаю моргэд не оправдал мои желания поскольку я планирую играть и как тренер мне говорил то что если я туда перейду я буду играть каждую игру начинать с стартовой пятерки и вот как-то не срослось с этим то что они мне писали все все лето практически каждый день как они и хотят меня видеть в их команде и как пришел отношение сразу изменилось то что они не были так заинтересованы наверное и вот получилось что я играл тринадцатый и остальные не сконтачились получается по итогу не нашли общий контакт и перебрал с кентаки сезон девятнадцать двадцать доиграть доиграть не получилось как известно до конца и как там вообще по итогу как ну с положительной точки зрения оцениваешь результат что вот перешел и не зря перешел хорошо что перешел или все-таки может может остаться попробовать еще раз если 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 говорить о баскетболе то конечно пришел здесь у меня нам больше времени нам больше надеюсь на меня а вот если говорить насчет университета то да был намного лучше чем кентаки потому что при переходе я больше обращал внимание на баскетбол ну вот это самое главное давай тогда вот ты говорил про вообще переезд это очень важную штуку которую мы всегда стараемся вот этот вопрос затронуть обсудить с ребятами которые перебрались давай элементарно тренировочный день то есть ты очень много тренировался в России ты очень много тренировался в США тренировочный день в чем может быть разница какие особенности там тут что бросается в глаза может быть там три отличия которые ты назовешь которые вот нам приходят наверное я бы сказал бы как сами тренировки проходят то есть как они выстроены с чего начинается что сначала вроде бы как разминка проходит потом мы делаем всякие упражнения на бросок а остальные полтора часа мы работаем командной защитой нападением также проходим через комбинации повторяем все и играем друг против друга ну скриммиджи а получается здесь а в России такого не было в России было такое но я думаю было все не так потому что в России вроде бы темп был совершенно другой то что мы там сделали одно у нас был немного перерыва потом мы начинаем на другое упражнение то есть отношение то есть отношение к своим тренировкам получается другое это вот как говорят уровень профессионализма рабочая этика вот эти термины они получаются в Америке поинтереснее может быть вот сам факт да на что больше уделяет внимание там и на что больше уделяет внимание тут потому что ребята у которых вот удалось до этого взять интервью они все говорили о том что там больше уделяют внимание техники и индивидуальным каким-то моментам в то время как в России вот очень много тактики тактики причем какой-то общей то есть не отдельные моменты игровые отрабатывают а какую-то общую штуку пытаются рассказать и как правило это не работает вот ты можешь так же вот сказать или может ты что-то другое увидел вот как вот в этом плане ну лично в моем университете нас тренера больше уделяет команды всем игрокам то что у нас если индивидуальные какие-нибудь упражнения для игроков то они буквально минут пять за тренировку то что шибко индивидуальные у нас здесь не уделяют у нас здесь работает на команду на вот эту стратегию на все на комбинации если 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 хочешь работать индивидуально то нужно будет самому идти в спортивный зал и тренироваться на свое время здорово тогда в принципе я думаю что с этой темой мы разобрались тогда едем дальше саша каун все-таки человек для россии достаточно с громким именем еще наверное лет так 15 назад наверное когда он уехал да за границу когда он сначала в школе учился потом попал в канзас и все прекрасно знают как он играл где он играл естественно мартовское безумие 2008 год я думаю что ну ты эту историю тоже знаешь помнишь у меня тебе такой вопрос вообще как вас получилось с ним познакомиться то есть откуда как вот как он про тебя узнал или ты ему написал как это вообще случилось из моих тренеров из из Томска потому что мой директор Александр Расторгуев он общается с Александром Кауном все время и поддерживает связь и мой тренер также тоже разговаривает с ним и получается вот ему сказали вот вот есть у нас такой тоже Саша вот еще один очень талантливый и вот надо что-то придумать и Александр как-то в это дело включился или как это было? да, как-то так и было здорово то есть он поискал он отправил может быть каким-то знакомым скаутом твоим может быть нарезки потому что у всех этот путь разный у Андрюхи Саврасова было так что он выступал на чемпионате такой негласный чемпионат мира как он сказал это был в Германии среди ребят младше 18 лет там были скауты из разных университетов они его там заметили а потом был момент с допустим Ариной Хлопковой которая рассказывала о том что они просто участвовали в соревнованиях мама папа кто был снимали хайлайты снимали моменты нарезали отправляли и в принципе попадали там через агентство и вот то же самое в принципе получается у тебя было да так что Александр как-то смог сказать вот есть такой талантливый парень и с программой договорился школьной да Арина Хлопкова училась со мной в хай-скул в западной религии да да здорово и получается вы даже пересекались да круто потому что ну я как видел у нее там тоже как как у тебя получается неплохие школьные успехи были весьма то есть и мальчики и девочки там играли очень здорово ну такой это вообще супер тогда а по моменту с общением с Сашей как дальше получается нет вы сейчас общаетесь он помогает если может да мы общались с ним летом я к нему ездил в гости в семнадцатом году тоже летом то что я оставался с него на неделю так что он мне учил новым движением на посту также с ним блин это вообще отдельное уважение Александру он большущий молодец потому что ну это в буквальном смысле ты продвигаешь русских ребят и делаешь спорт в России блин лучше и это это невероятно здорово то есть тут камну за это очень большой респект если еще какие-то знаменитые ребята типа Александра или может быть кто-то из тех кто сейчас да вот бегал еще недавно в инсидабле и сейчас пошел инба кто имеет опыт инба и при этом кого-то знаешь может быть лично есть такие ребята да один игрок Кианто Джонсон мы играли с ним вместе в ААЮ в этом в одной команде и сейчас в прошлом году он подписал контракт с Антонио и сейчас не уверен если он еще до сих пор в команде или он играет у него двусторонний контракт получается да скорее всего да а тогда сразу вопрос по нынешним ребятам потому что у тебя получается уже такой двухгодичный опыт есть и здесь когда мы об этом говорим в этом году тоже драфт он совсем скоро вот если на момент записи выпуска говорить грубо говоря месяц до драфта кого вы выделишь из ребят потому что вот допустим саврасов выделял очень сильного битопина то есть как одно из самых таких готовых к нба ребят а может быть это эдвардс может быть это вайзман может быть ламела болл кто тебе вообще вот из ребят приглянулся то есть быть кого с кем-то играл из там там очень много ребят такими достаточно неплохими именами то есть даже джейленд смит по моему если память не изменяет центровой такой есть замечательно его вот опять же майами собрались просматривать поэтому мало ли какие-то имена просто есть которые вот с которыми поиграть удалось и поеду час на трав 2020 года играл неплохой игрок потому что я думаю не готов для нба сейчас потому что волне на самом деле здорово потому что это вот мнение человек который с ним поиграл это очень важное ценное мнение это очень хорошо потому что его описывают как в первую очередь такого сильного скоро рода человек все-таки ориентированным падением там если посмотреть отчеты скаутов там какие-то невероятные вещи о нем пишут и ну в один момент люди задавались вопросом а кто если не он там как первый пик то есть ты считаешь что вообще нет точно нет а вы получается этим летом до играли или предыдущим нет в 2017 даже так но просто три года прошло мало ли он научился потому что там и про австралийскую лигу много было всего ну все слушай круто но если это вот это твое мнение насчет ламела бол из 2017 года цирок ценная штука то есть все равно очень здорово круто давай тогда немножко поговорим вообще про будущий сезон у тебя сезон впереди 2021 слава богу все сроки все вещи стали известны потому что когда мы общались с предыдущими ребятами про сезон 2021 еще ничего не было известно вот а сейчас все таки мы знаем и какие у тебя ожидания насчет этого сезона то есть вообще с командой выступление какие может быть цели как командные так и индивидуальные есть какие амбиции сейчас смотрится на могу лучше чем позапрошлом году потому что у нас пополнили команду 6 новых игроков двое разводят потом 24 номер один 5 и 1 3 прошли думаю мы сейчас смотримся намного лучше я думаю если мы продолжим тренироваться как мы тренируемся сейчас по 100 можем спокойно выйти опять финал и прыгать ну это очень здорово прям сильно если какие-то вещи над которыми индивидуально тебе надо поработать то есть там кто-то отмечает что ему надо чуть-чуть защите дорабатывать кто-то считает что ему там броском надо работать вот над каким аспектом игры ты вот считаешь что тебе вот прямо сейчас надо работать чтобы стать лучше я думал в латвине ничем дриблинг а потому что для меня как большой у меня владение дриблинг очень высокий и низким игрокам очень легко выбить мяч из моих рук так что мне нужно работать над этим чтобы рассказать снизить по высоте также думаю чтобы работать на подвижение под кольцом вы можете изучить новые движения или улучшить старые работа ног все эти вещи работа в посте здорово я честно говоря хотел такую штуку спросить все таки мы про инва да вообще с инва начали многие ребята когда растут выбирают себе не только там да у них есть любимый игрок но и часто есть игрок которого ты выбираешь как свою модель для развития как пример наглядный на котором ты вот растешь если у тебя такие игроки может быть один или несколько вот на которого ты смотрел рост и хотел быть как он и вот даже сейчас стараешься по его игровой модели как-то развиваться я думаю один из них который брон джеймс потому что его активы его видение баскетбол и площадке это действительно потрясающе как он видит игру и и его стремление к победе невероятно это это круто так один из а вот на позиции допустим четвертого пятого номера понятно что ли брон это человек который и в проходы и по молодости больше в все-таки в краски играл а может быть кто-то из четвертых пятых номеров может из тех кто уже не играет недавно там тима данкона кевина гарнета вспоминали может быть кто-то из современных больших да уж таких четвертых молодых как джаран джексон в том же мемписе я думаю я бы сказал что джек новинский потому что я думаю его я могу сравнить своей потому что он также может бросая забивать с трехочковой линии также под кольцом и с расстоянием с любой дистанции в принципе атаковать это здорово конечно вот эти файду и дирка с отклонением с выброшенной ногой вперед это вот круто прям это здорово но это классно в принципе даже добавить здесь нечего это круто давай тогда поедем дальше вот смотри мы поговорили с тобой сегодня некоторых вещах в том числе от те на теме которым спина работать а такой вот момент советами да мы очень любим у ребят поспрашивать советы и первую очередь твой совет а может быть какой-то да вот такой общий в качестве российского баскетбола вот чего ему не хватает потому что ну разница это очевидно что она все-таки большая а как ты думаешь вот с чего стоит начать может что-то поменять что вот не так потому что вот ты поиграл там не один год и даже на разных уровнях на школьном на университетском и чтобы ты предложил что вот у нас не так скорее всего как баскетбол раз рекланировать здесь то что он здесь очень популярный я думаю в россии совершенно не так то что там больше уделяют им видом спорта то есть проблема в поляризации спорта получается то есть проблема в том что баскетбол не так популярен то есть мало ребят играет и поэтому не так много у нас талантов ну последние годы было хотя опять же как мы пытаемся доказать это как раз таки наоборот что у нас молодых ребят очень много хороших то есть проблема в номер один это популяризация вторая наверно это отношение самих игроков баскетболу я думаю что здесь все игроки по тренирующим ставит собой задачу чтобы попасть в хороший университет и играть на высшем уровне я думаю в россии то же самое игроки ставят задачи но я думаю то что игрок играет за университет в россии и если сравнивать вместе российский университет команду университета из россии команду университета и здесь это совершенно каковы сам подход должен быть индивидуально профессиональнее у ребят то есть они больше этому внимание должны уделять здорово давай тогда насчет молодых ребят то есть вот ты рассказал про свой путь до исходя из него может быть ты бы что-то мог посоветовать молодым ребятам то есть там совсем знаешь которые вот ребятишки семь восемь лет что им делать чтобы попробовать добиться того же чего уже смог добиться ты то есть попасть как минимум за границу и там попробовать себя ну первое абсолютно будет тренироваться я бы сказал бы не сдаваться если играть баскетбол то следовать ей и никогда не сдаваться на это третье я бы сказал бы даже если ты играешь за какую-то команду и у тебя происходит тренировки то я думаю нужно уделять свое свободное время чтобы пойти в зал там бросать и заниматься работать над собой и последний на сегодня вопрос тогда что думаешь насчет собственных целей амбиций то есть рано или поздно университет закончится и что ждет тебя дальше как ты думаешь и при этом как ты собственно силы оцениваешь на первом месте у меня конечно будет учеба для меня чтобы закончить университет получить образование чтобы без проблем можно устроиться на какую-либо работу а на так как у меня конечно же баскетбол чтобы добиться успехов играть на высшем уровне может быть если повезет играть за какую-нибудь команду мба если нет то пуском продолжать играть мой закон менее популярную команду но делом который я люблю уже на протяжении 10 лет круто тогда круто то есть мы тебе все желаем успехов естественно а как ни крути все-таки имена штукой важная и за каждым именем мы все стараемся следить все те кто любит баскетбол стараются следить так что тебя удачи успехов и большое спасибо что сегодня нам многие такие вещи рассказал и показал спасибо субтитры сделал DimaTorzok 9